Жизнь вечна, смерть, лишь миг один сказал поэт. Герои Отечественной войны вечно живут в нашей памяти, в наших сердцах, независимо от того, находятся ли они сегодня в строю или нет. Они всегда с нами и всегда будут живым примером, призывом к действию и благородной борьбе за жизнь человека. Светлые, радостные, хоть и наполненные горьким дымом пожарищ, майские дни 45-го года, дни Победы, не забудутся о человечестве никогда. На гарнизонном кладбище 607 братских могил. В них спят вечным сном 2440 советских воинов, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. Здесь покоятся герои Брестской крепости, ветераны Великой Отечественной войны, герои Советского Союза. Накануне Дня Победы мы в памятных местах, знаковых местах нашего города Бреста отдаем дань памяти нашим ушедшим защитникам Отечества. Сегодня здесь, находясь на гарнизонном кладбище, мыслях только одно слово – это память. Я хочу сказать словами стихотворения Роберта Рождественского. Люди, пока стучатся сердца, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Оказывая помощь нашим живущим ветеранам, отдавая дань памяти тем, кто ушел уже из жизни, мы все вместе, вместе с нашей молодежью делаем все возможное, чтобы мы никогда больше не испытали тех ужасов войны, которым пришлось испытать нашим отцам, дедам и прадедям. Памятный марафон объединил многих. На гарнизонном кладбище собрались представители администрации Ленинского района, депутатского корпуса, ветеранская организация «Белая Руси» военнослужащие Брестского гарнизона, и каждый находил слова, чтобы выразить благодарность героям войны. Когда бываешь в таких местах, особенно в мирное время, и ты понимаешь, что насколько наш белорусский народ, защитники, в первую очередь, Брестской крепости, приняли этот первый бой. Даже некоторые евреи первые минуты, возможно, даже не осознавая, что случилось, и защищая Родину до последнего. Вот этот дух, вот этот патриотизм, вот эта любовь к Родине в тот период времени, она настолько была сильная, что в этих местах надо бывать чаще и чаще, чтобы не забывать, чтобы оно проходило к нам на каждую клеточку, чтобы мы ощущали эти мгновения, эти минуты, а память эта будет живеть. Прошло уже 80 лет со дня освобождения Белоруссии и 79 лет со дня победы советского народа над фашистской нечистью, а подвиги наших бойцов все еще живы в памяти людей. Пока жива память о них и их подвигах, живы они и так важно, что на смену нашим отцам и детам приходит новое поколение, воспитанное на героическом прошлом. 9 мая для нас всех это особенный день, ну не только для нас, а для всей Белоруссии и не только Белоруссии. Как для подрастающего поколения для нас важно, для нас важно внимать всю информацию, все истории о войне, потому что с каждым днем ветеранов становится, увы, все меньше. И для нас важно успеть услышать то, что мы можем не узнать в ближайшее время. В августе 44-го года наши предшественники приступили к восстановлению государственной границы именно здесь, на Брестской земле. Многие из тех, кто тогда восстанавливал государственную границу, похоронены именно здесь, на гарнизонном кладбище города Бреста. И поэтому это особо знаковое место для каждого пограничника, который сегодня несет службу по охране границы Республики Беларусь. 9 мая, безусловно, это святая дата для каждого военнослужащего, для каждого человека, который сегодня носит погоны. В этот день мы чтим наших предшественников и даем дань памяти и уважения каждому из тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. В сердцах белорусов всегда будет жить память о солдатах Великой Отечественной. И мы не забудем их лицом к лицу, видевших и жизнь, и смерть, и славу. Субтитры создавал DimaTorzok